Избирать, голосовать — это проявление народовластия. То есть это нормальная практика? Надо на это обратить внимание. Разворачивали свои участки там на пне, в багажнике автомобиля. Я считаю это вообще неприемлемым. В большинстве своем россияне поправки поддержали. Там около 80% голосов «за». Вы свой выбор делали в своем избирательном округе. Как проходило голосование в Барнауле? Да, я был в Алтайском крае, был в городе Барнауле. Так уж получилось, что это было первое голосование и для меня по Конституции. Поскольку в 1993 году был студентом первого курса, мы изучали тот текст о Конституции. Но голосовать всего возраста мне не удалось. И это одновременно было первым голосованием для моей старшей дочери, которая исполнилась в 18 лет. В этом году это было первое голосование для семьи, маленький семейный праздник. И я хочу сказать, что ключевое голосование было организовано достойно. У нас в Алтайском крае. А как с мерами безопасности? Ну, вопрос непростой. И в том числе для нашего региона, поскольку эпидемиологическая ситуация, к сожалению, случаев выявления коронавирусной инфекции в последние дни было достаточно много. Это, наверное, на мой взгляд, сказалось и на явке наших избирателей. В то же самое время меры безопасности все были соблюдены. Я не единожды приезжал на избирательный участок не только в день голосования, но как только у нас с 25 июня была такая возможность предоставлена, лично приехал, убедился, что все хорошо. Все в масках, в перчатках защитных, все средства индивидуальной защиты, членами избирательной комиссии, наблюдателями, сотрудниками полиции, все были, меры соблюдались. С одной стороны. С другой стороны, вот уникальная компания, она застойна того, что мы изучили те методы, подходы, которые использовались на практике, где получилось, где, может быть, не совсем удалось что-то добиться, что нужно исправить, но все-таки ключевое, надо помнить, что это одно из конституционных главных прав человека. Избирать, голосовать, это проявление народовластия. И мы настолько широкие возможности предоставили каждому человеку принять участие в обсуждении Конституции, голосовании по этим поправкам, когда могли голосовать не только в один день, а в течение всей недели. И как раз вот хотела чуть-чуть вас прервать. Получается, это успешная для нас практика? Можно ли, как вы считаете, применять ее в дальнейшем? На мой взгляд, вполне. Вот что в этом такого эксклюзивного, когда надо прийти проголосовать только в один день с 8 утра до 20 вечера, а дальше отсечка, опоздал, все, ты не имеешь этой возможности. Разные жизни бывают обстоятельства. Здесь же для удобства человека в течение недели ты можешь в любой момент прийти проголосовать, тем более 1 июля. Вообще был день выходной. Можно было, что называется, и с семьей пообщаться, и прийти проголосовать за Конституцию. С одной стороны. Другая форма голосования, когда, может быть, это как эксперимент, но в то же самое время Москва, Нижегородскую область могли голосовать дистанционно через интернет. Это тоже заслуживает и внимательного отношения, и, наверное, от продвижения этого эксперимента в жизнь. Придомовые территории активно были задействованы. Это было очень важно для людей старшего поколения, которые беспокоятся за свое здоровье, которые по-прежнему соблюдают меры самоограничения и какие-то самоизоляции. И когда тебе стоило лишь спуститься во двор, когда никого нет, и тут же в безопасных условиях на свежем воздухе проголосовать, это тоже все только приветствовать, и люди этим активно пользуются. Я это видел. Ну и, собственно говоря, как другие такие практики, которые мы впервые с этим столкнулись. И мне кажется, вот самоизбирательное законодательство, оно тоже не должно быть оторвано от жизни. Мы должны здесь так в динамике смотреть за новыми формами, методами волеизъявления граждан, которые удобны для людей. Как раз о голосовании на свежем воздухе. В интернете очень много фотографий. Тут, конечно, возможно, стоит проверить, фейки это или реальность все-таки. Тем не менее, избирательные участки, участковая избирательная комиссия разворачивали свои участки на пне, в багажнике автомобиля. Как вы считаете, почему такое могло произойти? Ну, я бы, наверное, все-таки с вашего тезиса о фейках начал этот разговор, поскольку очень много было ложной информации, вбросов, причем не случайных, а осознанных. С этим тоже надо разбираться. И с точки зрения ответственности, и профилактики подобных явлений, и нашим структурам, которые за это должны отвечать, надо на это обратить внимание. Но если же подобные факты имели место быть, у того может быть тоже несколько причин. И, конечно, это вполне возможно просто человеческий фактор. Вот так вот, еще раз повторю, это было впервые. Может быть, где-то не хватало людей, ресурсов, возможности организовать достойные условия для людей, палаточку какую-то организовать, значит, чтобы не так ветром дуло или там дождь случайно не пошел в этот период. А может быть, где-то так вот и в таких условиях придомовой территории, где детский уголок, песочница, а рядом находились как раз члены избирательной комиссии, которые в таком выездном формате осуществляли работу. Но знаю, напротив своего региона, если где-то что-то, какие-то моменты были, они тут же исправлялись, давали сигналы местному самоуправлению, и все это исправлялось. Особственных нареканий нет. В целом, в вашем избирательном участке были ли выявлены нарушения, либо, может, незначительные? Я находился на постоянной связи с нашей избирательной комиссией региональной, с нашими главами-администрациями, активистами партии «Единая Россия». И столько-нибудь значимых нарушений выявлено не было ни в день голосования, ни в моменту подведения итогов, тем более случаев, когда бы это отразилось на таком подлинном волеизъявлении человека. То есть здесь все спокойно. Вы знаете, включение административного ресурса или какого-то давления в случае голосования по Конституции, я считаю, это вообще неприемлемо, поскольку это нарушает основополагающие кондиционные права самого человека. И здесь такая принципиальная позиция Федерального Центра, руководства Центральной избирательной комиссии, соответственно, позиция региональной власти, она была однозначна. В всяком случае, вот в нашем регионе, в Алтайском крае. Изменения в Конституции вступили в силу 4 июля, соответствующий указ подписал президент, но приобрести печатную версию издания можно было гораздо раньше, еще даже до начала голосования. Вот как так получилось? Это нормальная практика? Ну, наверное, формально, юридически это не совсем правильно, несмотря на то, что закон был одобрен парламентом, подписан президентом, он прошел по всем законодательным органам власти, получил заключение даже Конституционного суда. Но все-таки основная его статья первая, где как раз те содержательные поправки в Конституцию, она вступает в силу только после того, как должно было пройти общенародное голосование и соответствующий указ о включении в текст Конституции этих поправок должен был подписать президент. Но я думаю, здесь спрос рождает предложение, поскольку люди действительно знали, что будет голосование. Им важно было услышать не только чье-то мнение, пусть даже авторитетное, почему мы готовы поддержать эти поправки, но и самим убедиться, прочитать и осознанно выразить свою позицию. Это очень важно. Я с этим действительно вопрос сталкивался у себя на округе, когда люди говорили, а где нам прочитать? И несмотря на то, что было много информации в интернете, на официальном портале правовой информации можно было почитать, на сайте избирательной комиссии, в других источниках, по привычке людям было удобно посмотреть какой-то печатный текст. Вот, видимо, этим воспользовались наши предприниматели. На онлайн-совещании с рабочей группой по поправкам Владимир Путин сказал, что сейчас для нас крайне важно переубедить тех, кто голосовал против, чтобы со временем они поменяли свое решение. Как считаете, какая работа предстоит в первую очередь? Убежден, что наша ключевая задача добиться реального воплощения в жизнь тех поправок, которые мы так всенародно поддержали. Сделать нашу жизнь лучше, сделать ее более справедливой, дать возможность развиваться сильным и поддерживать слабых, сделать нашу жизнь более комфортной. Вот это наша главная задача. И делать это нужно без пробедления. К чему призывает наш президент? К прорыву, более интенсивному развитию нашего государства. Нам это очень важно на самом деле. И пауза здесь неуместна. В этом смысле каждый должен сделать то, что от них зависит. От депутатов принять большое количество законов в развитии, собственно говоря, тех идей, которые общество вот так вот поставило перед государством, перед властью в нашем обществе. И сказал, для нас это приоритет. Если мы вам доверили власть, власть руководить в нашем обществе, в нашем государстве, введите нас этим курсом. Курсом на развитие государства, на укрепление суверенитета, развитие экономики, культуры. И это нужно делать. Если кто-то из чиновников считает, что он наделен такой властью и может сидеть на месте, значит, с ними нам не по пути. Это тоже каждый мелкий или большой чиновник должен понимать. Но еще раз повторю, у нас, у депутатов, впереди без промедления большая работа. И я полностью согласен с тезисом, который на выходных озвучил Вячеслав Володин, о том, что нужно немедленно приступать к работе. Если для этого потребуется работа во время отпуска, тоже это надо делать. Да, Вячеслав Володин говорил, что отпусков у парламентариев не бывает. И, кстати, как раз-таки о том, что говорил Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отмечал, что уже в ближайшее время для реализации поправок в Конституции предстоит Госдуме принять около 50 законов, в частности о Госсовете и о федеральных территориях. Этим как раз будет заниматься ваш комитет профильный. Вы правы. На старте того законопроекта, когда он 20 января вносился президентом, решила о том, что нам предстоит поправки внести 3-4 закона, новый закон о Государственном Совете. Но тот интерес, который вызвал у людей сам факт внесения изменений в Конституцию и 200 поправок, которые вошли в Государственную Думу, конечно, количество законов и той работы правотворческой увеличивается. Здесь и поправки закон о президенте и, собственно говоря, о статусе депутатов, как о парламенте, потому что полномочия тоже меняются. И новые законы, а то, о чем вы говорите, о Совете безопасности, о Государственном Совете, федеральном закон администрации президента, о полномочии регионов, полномочии местного самоправления, о федеральных территориях, это то новое, то интересное, то содержательное, которое нам предстоит наполнять конкретным вот таким содержанием и учитывая разные точки зрения. Мне кажется, будет интересно. Мне кажется, будет вот такой период и дискуссии жаркие предстоят, обсуждения, потому что мы все по своей сути разные. И задача парламентариев, исходя из разных точек зрения, вот так вот выработать баланс каких-то взглядов и интересов и отразить это в законопроекте. Спасибо вам большое. Спасибо вам.